Второе, очень важное после первого, то есть первое, это вы понимаете, да, то есть вы, в принципе, находитесь в равной позиции, оба всегда, вот, и вот он отклоняет ваш меч и начинает идти, то есть первое, это руки на гасе. Понятно, да, откуда она возникает? То есть ваш меч смещается с центральной линии, и вы уже, нет, ну куда ты его дешил, ты должен колоть меня по централи, то есть уголки колешься, видите, то есть у меня нет никаких других возможностей, кроме как изменить движение, понятно. То есть вариации у киногаса есть очень большое количество, в зависимости от дистанции, если я стоял далеко, я делаю это, спускаю на лезвие, наношу, например, рукоятью, прикладываю и так далее, и так далее, но принцип всегда такой, то есть вы пропускаете, меч вдоль, к нему себя, и с поворотом, проносите уже, понятно, попробуйте еще. Движение, конечно, то есть меч постоянно в контакте, они находятся в контакте между собой, понимаете, то есть как бы вот потоком он уходит. А здесь уже, конечно, можно уже там переходов, если ты не собираешься не разрубить, а просто контролировать его, смещается, то есть уже, то есть он даже если будет колоть, то есть он будет колоть мимо. То есть мы, в принципе, можем войти отсюда, закрезать его руки. Но все-таки на гасе слив, то есть на гасе поток, защита приема. Дополнительных толчков в ту сторону. То есть он колон, то есть ты просто пропусти его, видишь, буквально на расстоянии там 5 сантиметров вдоль себя. Тебе не надо, то есть чем меньше будет вот этот вот уход, тем вероятнее он не будет изменять атаку в течение этого движения, потому что тебе надо перейти, понимаешь. Иллюзия должна быть, что он как бы почти касается нашего плеча при уколе, понимаешь, потому что он достал. Вместил, держу, вот это движение есть, начало он только на гасе для него, понимаешь. То есть я с помощью, вот это понятно.